Привет всем! Сегодня у нас разбор заданий по грамматике, лексике и use of English. Мы начинаем с задания 19.24. И вы помните, что здесь очень важно смотреть, чтобы все было грамматически в пределах одной части речи. У нас первое задание. Мы можем просмотреть весь текст. Тут, как видим, две такие части у нас есть. Есть про Томаса Эдисона, изобретателя, и потом переход на Lady Birds. Это божьи коровки, по-моему, насекомые. Два маленьких текста. Они связаны, и это очень нам может помочь. Значит, первое у нас give – это глагол. И мы должны, во-первых, посмотреть. Во-первых, мы должны посмотреть, это вообще у нас сказуемая личная форма глагола или нет. Смотрим. Был знаменитым американским изобретателем Эдисон. И это сказуемая. Да, вот оно. Он дал миру много важных изобретений. То есть он уже умер. У нас в прошедшем времени просто нужен глагол. И тут мы все справимся, думаю, нормально. Это сказуемая. Дальше. Consider – опять глагол. И мы не можем менять другую часть. И опять это сказуемая, потому что до него подлежащее, а сказуемого больше нет. Он… Ага, вот по смыслу тут прямо важно. Смотрите, не он рассматривал быть гением, а он… Видим, что вот у нас что есть. Его как бы этими людьми, кто жил с ним в одно время, современниками. Да, вот. Он рассматривался гением. Считался гением. Его современниками считался. Суффикс «ся». Это страдательный залог. Однако Эдисон сам так не думал. Ну, это нам не важно, что он думал. У нас в прошедшем времени сказуемое. И оно в страдательном залоге. Четко смотрим по словам. «He was considered to be». Да, такое сложное, подлежащее у нас. «He to be». А это вот в серединке такой глагол в страдательном залоге считался. «Not achieve». Опять глагол еще и отрицательный. По временам, смотрим, ничего не изменилось. Он знал, что если бы он усердно не работал, это у нас условное наклонение. И мы смотрим, какого типа. Второго, потому что у нас тут по «simple», значит, нам надо «s would». Четко с «would», ну, отрицание «would not». «He would not achieve». «Achieve any further success». Он бы не добился успеха. И 22-й у нас еще остается такой небольшой. «Child», ну, здесь легко, мы можем. А, это уже про божьих коровок. Тут понятно, что у нас только множественное число может быть существительным. «Children», естественно, или исключение, или что-то такое. Ну, просмотрим, про что вообще тут. Это такие красивые создания. Сельскохозяйственные работники любят их, как они помогают урожаю оставаться здоровыми. Дети ищут их, потому что верят, что если поймать божью коровку и ее отпустить, принесет это удачу и счастье. И мы сейчас перейдем на второй экран и продолжаем про божьих коровок. У нас еще два осталось. Опять глагол «not be». У нас в предыдущем тут все в present было, кстати. И тут, но нам даже важнее поближе. Love counting spots. Они любят считать пятнышки, точечки эти на божьих коровках. Они думают, что количество пятнышек определяет возраст этих божьих коровок. Однако, и опять это сказуемое, и оно в настоящем времени. It is not true. Это неправда. Ух, так не надо делать. Там вы, возможно, если в бланках, то будете вместе писать. И this. Из ним. Вот с this у нас ничего другого, кроме this не бывает. Божьи коровки нуждаются в этих пятнышках. Да, вот во множественном числе. Это единственное, а здесь множество. А если that, those у вас будет, единственное множественное число вот этих указательных местоимений. Эти пятнышки отпугивают хищников, чтобы не съели, видимо, этих несчастных божьих коровок. И теперь переходим к следующему заданию. И у нас это на словообразование, где больше нам важны лексическая часть, какой суффикс, какую приставочку сделать. И потом из грамматики там вот написано, это может быть только единственное, существительное, может быть, надо добавить S и во множественном числе поставить. Глаголы уже мы расслабимся, нам не надо думать, в каком они времени, и все такое. И у нас видим про что-то текст. Это про горы Улуру в Австралии. В Австралии. Ну да, все один. Да, все про один текст такой. Будем вчитываться. Здесь глагол. Они расположены глубоко вот в этой сердцевине центральной Австралии и считаются священным местом, аборигенами считаются священным местом. И у нас подлежащие, да, потому что кто-то мог достичь этой территории проехав 200 километров на машине после того, как прилетели в Алиэспрингс, да, видимо, где аэропорт есть. Да, то есть это такие удаленные. Аутбек в Австралии, это вообще как бы вот там, где эти бушмены, раньше они так назывались, вот абориген, это уже обидное слово, неполитически корректное. Но Аутбек, это вот эти жесткие условия, это как всех несчастных нейтивов загоняют доминирующая приходящая группа людей в какие-то вот не очень приспособленные для проживания места. То есть сами начинают жить где-то в удобных местах. Аутбек, это пустыня. Значит, это у нас… Ну, кто? Вот, кстати, пример, да, то есть это у нас подлежащее. Нам надо делать визит там в начале суффикса, но это же не один. Вот здесь множественное число. Visitors can reach, такое обобщение, там могут достигнуть этого места. Так, nature у нас существительная. Это район, территория, включает множество таких захватывающих чудес и открывает много интересного о легендах и мифах коренных австралийцев. Так, есть существительное. Breathtaking – это прилагательное. Many wonders. И это, значит, тоже прилагательное. Natural – тут. Ну, нам не надо какое-то противоположное. Мы видим. Breathtaking – natural wonders. Ну, это как вот одно целое. Natural wonders. Так, дальше у нас forget – глагол, расположенный в красном центре. Улуру – один из наиболее… А, всё, да, это глагол, а нам надо прилагательное. И смотрите, прилагательное… Но нам смысл нужно врубиться. Вот что за прилагательное самое? Мы не будем уже менять это слово грамматически. Вот у нас уже most. Но вот что? Оно же самое незабываемое место в Австралии. Что-то такое удивительное. Нам нужен отрицательный суффикс. Unforgettable. То есть вот такой able-суффикс. Мы оставляем удвоенную. Ну, t – да, мы удваиваем, чтобы закрыть слог. Так, и an у нас вот здесь ещё такой нужен, потому что иначе смысл будет какой-то странный. Так, теперь у нас ещё парочка осталось. Так, significant. Опять прилагательное. Нет, там у нас прям был глагол и прилагательное. А здесь вот прилагательное. Here you can learn more about the cultural. Ага, нам не нужно прилагательное. Есть у нас оно. О культурной значимости вот этой вот территории. Significance. Суффикс – ant, а у нас будет – ance. Cultural significance of the area. Так, правильно я написала significance. Окей, yes. Так, accommodate – глагол. И у нас опять-таки подлежащие. Вот у нас сказуем. My range is from budget to luxury. Нужно accommodation, да, то есть размещение, проживание. То, где мы будем проживать. И вот этот суффикс, мы не делаем его каким-то множественным, да, потому что оно как бы неисчисляемое. И вот у нас показывает, что нам нужно ввести такое сухие для – как будто it, да. И последнее – camp. There are even. Ну, нужно прилагательное, потому что есть opportunities, даже возможность для палаточных лагерей есть. И если у вас хватит духу на это. Потому что в дикой природе в этих районах, честно говоря, небезопасно. Но очень, видимо, красиво. Camping, opportunities. То есть вот в этом задании это чуть-чуть разное, чем то, что в грамматике может быть. Да, тут у нас такое сделали из глагола, как бы такой закос, ну, такой от глагольное. Получается, прилагательное мы сделали, а там у нас не прилагательное, а герунди будут, цинка. Да, совсем по-другому все. И сейчас мы перейдем к другому заданию. И последнее у нас задание в секции. Это Use of English 3036, где вам как бы уже на уровне языковой чутья надо будет выбирать какие-то подходящие выражения. Мы смотрим. Обычно мы читаем весь текст примерно про что, да, то есть мы видим дядя Конрад. Он что-то там вставал утром, будил весь дом, никто не жаловался. Он у нас был кормилец семьи. И тут очень подробно пошло, расписывается, как первый шум, потом еще дверь хлопала. И там, в общем, как утром он будил всех и, видимо, вел себя нарциссически, потому что он был, видите ли, кормильцем семьи. И очень так подробно, как он надевался сам. Мама, бабушка, и вот они все... Ага, и вот рутина эта не менялась. Так, и здесь мы теперь приступаем подробно к вот этому 30-му и посмотрим, что у нас надо выбрать. Здесь у нас, получается, вот какие-то глаголы, да, что нам может помочь. Когда я, когда он просыпался, вставал утром, он каким-то образом умудрялся, ну, получается, ему удавалось разбудить все, всех там. И у нас вот какая конструкция. He, вот какой-то глагол, и после него инфинитив. Resulted не подходит. Resulted in. Мы можем тут иногда таким методом in doing something. Achieved something. Не с инфинитивом to. Managed to do succeeded in. Achieved, ну, тоже, по-моему, ин, кстати, да. Да, то есть у нас эти все не подходят. Вот какие глаголы? Тут очень много. Вот глагол, а после него с ингом или с инфинитивом to, или вообще инфинитив без to. У нас вот эта вот подсказка. Ну, и по смыслу они вот такие максимально похожие, но managed to do как раз удалось что-то сделать. Это у нас правильный ответ будет здесь в 30-м. Так, дальше 31-й. Никто не жаловался, так как он был кормилец семьи. И в любом случае, видимо. Да, кстати, вот один хороший способ. Может быть, мы вообще можем что-то подумать до того, как посмотрим в эти ответы. Вот тут, например, сразу бросается and in any case, например. И будут, видимо, максимально похожие варианты. He was cheaper and more reliable than any alarm club. Он, короче, был лучше будильника. И вот есть у нас in any case with you и всеми этими, что не так. Мы попробуем посмотреть все все-таки варианты. In any case, in any view, такого нет. In my view есть. In any way, any way есть. In any way. With sense тоже какое-то есть, но in any sense такого нет. Вот именно выражение. In any case, прекрасно себе есть. Такое выражение. И оно нам как раз-то и подойдет. Далее. Первый шум, который я слышала, как открывалась, это то, как открывалась дверь спальни. После этого мой дядюшка шел, по-моему, запинаясь там вдоль этих скрипящих вот этих лестничных переходов деревянных и вниз по лестнице вот этот проем лестничный, значит, другая дверь хлопала as he into the bathroom, as he типа entered, no, entered the bathroom, walked into the bathroom. Но у нас тут поинтереснее, естественно, as he departed. Это звучит очень странно. Departed – это прям как поезд, ё-моё, это вот у нас в каком-то предыдущем тексте было офис. Digressed. Ну, если прям в каком-то таком саркастическом, может быть, смысле distracted. это отвлекал чего-то. Digressed – это тоже другое значение. Disappied. Вот Disappied и to. Вот оно нам подходит. Disappied into the bathroom. Оно нам подойдёт сюда как раз. Так, дальше. Дальше. Если кто-то ещё спал с водой и в последующем после этого двумя хлопками дверей перед тем, как он возвращался в спальню. served to something to them that my uncle expected his breakfast to be on the table by the time he walked into the kitchen. Так, served to типа remind them может быть to remind them. Review them мы не можем сказать, да? То есть точно у нас не подходит. Служил им напоминанием. Revise не them remember them. Вот мы эти не можем с дополнением использовать. А вот после remind как раз remind somebody или to do something или у нас такое предаточное пойдёт. Вот оно тут как раз так и используется. To remind them that my uncle да, что завтрак, короче, ждал. Он лишь только умывался и брился по вечерам в субботу перед тем, как шёл в кино. Ну, это принимал ванну четыре раза в год. На какой-то там у них праздник, видимо, никто не осуждал его. Тут такой саркастический видимо рассказ в том, что он зато никто не мог его осудить за то, что он тратит так тяжело заработанные деньги на мэл. Бедные, да. Ладно, не будем смеяться. took above head above made это мы не используем. Kept held above просто принимал ванну. Такое значение, всё, больше ничего нам не надо. Потом мать следующая вставала выпрыгивая из кровати несколько моментов и спустя после первой захлопнувшейся двери, хлопнувшей двери, там стояла такая миска с кашей на плите к тому времени, как дядюшка этот выходил из ванны, бабушка после этого сразу же следовала. и would чего-то her daughter in the kitchen before my would как-то видимо и проталкивала или сменяла перед тем, как дядюшка этот во главе стола заседал, что она там делала? would ага, ну вот эти очень все странные у нас видим такие комбинации. add her daughter in the kitchen нет, link her daughter нет, fit her daughter нет, fit это там что-то там устанавливать мы можем, would join her daughter in the kitchen присоединялась к дочери в кухне и последнее у нас я должна была уже спуститься ну да спальня вверху кухня где кушают внизу и готовят пятью минутами после первой закона шесть за двери если у меня была хоть надежда позавтракать this daily ну и что это daily routine нам напрашивается мы можем прямо как бы попробовать без ответов даже посмотреть и действительно из daily plan мы так не говорим есть такое устойчивое выражение то есть мы видим что тут очень много устойчивых выражений мы смотрим вот эти вот глаголы с инвентивом и стуз дополнением или без глагольные конструкции у нас мелькают вот то что у нас может в этом задании быть я надеюсь вы уже интуитивно с этим всем справляетесь я надеюсь что вы все правильно сделали и это чуть-чуть помогло вам и следующее у нас будет на неделе разбор имейлов как их правильно написать ничего не забыть и всем успехов до встречи пока субтитры